Важные события из жизни большого города По сложившейся традиции отмечать день города начали с возложения цветов к памятнику первому воеводе, строителю Самары, князю Григорию Засекину. Губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, почетные граждане, представители общественных и молодежных организаций пришли на Самарскую набережную, чтобы отдать дань памяти и уважения основателю города, князю Григорию Засекину. Здесь у памятника Григорию Засекина, который мы определили когда-то, вместе с жителями города появилась новая традиция собираться в этот день, чтобы еще раз отдать дань уважения, сказать слова благодарности и признательности людям, которые создавали наш город. Конечно, эти традиции должны быть сохранены и приумножены. Традиция собираться у памятника Григорию Засекину родилась в 2014 году. Именно в этот год был установлен монумент основателю Самары. За 435 лет Самара из деревянной крепости стала огромным, современным, промышленным городом-курортом. По-другому не назовешь. Мы все с вами помним, чтим и гордимся нашими почетными земляками. А сегодня Самара все больше открывается миру. Сегодня в Самаре каждый может найти себе занятие по душе. Поздравили самарцев и депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Игорь Станкевич, Леонид Симоновский и Виктор Казаков. От регионального парламента слово взял председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Были и приглашенные гости. С поздравительной речью выступили главы республик, Северная Осетия, Алания и Южная Осетия. Очень много нас связывает с Самарой, без сомнения, Осетию, хотя расстояние огромное, но наши дети, многие поступают в Самарские высшие учебные заведения. Очень много людей, которые выходцы из Осетии, занимаются здесь, живут здесь. Для города 435 лет, наверное, большой срок, с одной стороны, с другой стороны, это еще даже не начало пути. Потому что Россия была, есть и будет. И в составе России были, есть и будут те города, которые сегодня процветают. День рождения Самары – это не только поздравления, но и подарки. В Струковском саду установили архитектурную композицию «Вальс на сопках Манчжурии». Каждый элемент и художественный образ имеет историческую подоплеку. Ведь именно здесь, в 1908 году, впервые был исполнен один из самых знаменитых вальсов 20 века. Создавали романтическую композицию по проекту заслуженного архитектора России Алексея Панина из Подмосковья и его сына Петра, который живет в Самаре. Мы старались намного более аутентично подойти к решению этого проекта, чтобы он вписался непосредственно в эту ситуацию. То есть мы брали за основу именно исторический объект, исторический вход в Струковский парк и на основе его решили вот этот проект придумать. Архитектурная композиция представляет собой имитацию старинного входа в сад. Арку воссоздали по старым фотографиям. В конце 19-го, начале 20-го века похожее сооружение украшало вход в Струковский сад. Дополняет конструкцию две фигуры. Кавалер, композитор и автор вальса Илья Шатров встречает самарскую девушку и приглашает ее на танец. На торжественное открытие композиции приехала глава города Елена Лапушкина. Мы в этом году уже провели фестиваль духовых оркестров на территории города. К нам в гости на фестиваль на Сопках Манчжурии приехало более 16 городов. Были представлены замечательные оркестры. И открытие этой арки в старейшем, в любимейшем парке, конечно, логическое тому подтверждение и продолжение. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке депутата Александра Хинштейна. Друзья, всех с Днем Самары, нашего любимого и дорогого города. И я рад тому, что мы сумели еще одну такую красивую, знаковую, знаменательную точку открыть и постоить здесь. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации и создании этого проекта. Хочу поблагодарить городскую администрацию Елену Лапушкину за поддержку и помощь в наших инициативах. Не обошлось без музыки. Для всех гостей в Струковском саду в этот день звучал вальс на Сопках Манчжурии в исполнении муниципального концертного духового оркестра. В честь праздника преобразились и самарские многоэтажки. Дом на Галактионовской 2 украсил гиперреалистичный портрет мальчика, который мечтает стать космонавтом. Автор работы – аргентинский художник Андрес Иглесес под псевдонимом Кобра. А на стене дома по адресу Маяковского, 20, появилось древо жизни с учеными-котами. Символическая работа художника из Севастополя Алексея Кислова. Если я уже решил, что это будут, к примеру, коты, то потом я просто как бы ищу это лицо. И вот когда оно мне нравится, тогда я останавливаюсь. Может, возведите прототипы котов? Нет, специальных прототипов нет, но человек пять, наверное, пришли, которые узнали местного одного парня. Говорят, это наш друг прям вылитый. Масштабным во всех смыслах и по-настоящему космическим стал арт-объект на площади сельского хозяйства. На шахте вентиляции покрас лампас зашифровал цитату Юрия Гагарина. Игра света и тени сквозь металлическое кружево букв. Известный российский художник с мировым именем Покрас Лампас впервые соединил в своем творчестве искусство каллиграфии и скульптуру. Среди первых зрителей – губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и почетные гости, в том числе президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Скульптура украсила сквер на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского. Большая благодарность самарской команде, самарским производствам, которые взялись за то, чтобы вырезать металл по моей форме и собрать эту конструкцию в довольно сжатые сроки. Ну а для меня на самом деле это гордость, потому что я здесь и в прошлом году сделал очень значимый для меня арт-проект и продолжаю в этом году не уменьшать масштабы. В этом году Самару украсит 12 арт-объектов в разных частях города. Впервые фестиваль пройдет и в Тольятти. Кроме того, по Самаре курсировал трамвай, расписанный испанским художником. Он также преобразился в рамках фестиваля уличного искусства «Самара Граунд Арт Фестивал». Вот именно трамвай, нет, я не раскрашивал. Мне показался очень интересный объект для работы. Я пытался передать движение через свой стиль, который я использую. Он фигуративный, есть и простые абстрактные какие-то формы, в общем и через свет. Поскольку трамвай будет в движении, чтобы он как-то передавал скорость. В создании арт-объекта автору помогали самарские волонтеры. Вообще я в принципе художник, то есть я работаю в художественном направлении, но поработать именно с баллоном и поработать на таком большом объеме, тем более на таком объекте, как трамвай. У меня первый раз, естественно, такое случилось. И это вообще очень крутой опыт. Первый мобильный арт-объект будет следовать маршрутом номер один. От остановки Пионерская до автостанции Аврора. Но это еще не все. Ко дню города на территории Кубышевского района открылся уникальный этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов». 20 национальных домов и подворья раскрывают культуру народов, проживающих в нашем регионе. Здесь можно услышать «Шалом» и «Сян-Мэсэс» и даже «Гутэнтак». Все дома построены по принципу равенства и имеют примерно одинаковую площадь – 50 квадратных метров. Точные копии жилищ воссоздавали при помощи архитекторов и ученых. Открытие комплекса объединило на одной площадке представителей разных национальностей. Важность объекта для сохранения культурного наследия региона отметили губернатор области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и приглашенные гости. Конечно, региональная власть подключилась к реализации проекта. По-другому и быть не могло. Это традиции нашей земли, где испокон веков в братской дружбе жили люди разных национальностей, разных вероисповеданий. И парк дружбы – символ этой дружбы многолетних. Каждый дом интересен, в каждом доме собрано все самое ценное. Это исторические экспонаты, это, конечно, книги, литература, обычаи. Очень хочется, чтобы это было на долгие-долгие годы. И чтобы у нас подворье увеличилось. Все декоративное оформление выполнено вручную народными мастерами и умельцами. Некоторые строительные материалы привезли с мест традиционного проживания народов. К примеру, природные камни для возведения осетинского дома и подворья были собраны у горных рек в Южной Осетии. А для кровли национальных домов использовали не только керамическую черепицу. В ход пошли такие материалы, как солома, тез, дранка, фальц. Мы видим, как эта деревня может жить, как каждый дом может воспроизводить традиции и обычаи своего народа. Видим, что это только начало, это старт большого пути. Мне вообще все понравилось. Я вот заходила в каждый домик, все очень хорошо, концерт хороший. Здесь только национальности, все дома разные, у всех культура разная, очень интересно. В будущем в парке Дружбы народов планируют разместить национальную библиотеку, ремесленные мастерские, интерактивные площадки. Для того, чтобы этнокультурный комплекс стал центром сплочения и дружбы представителей разных национальностей, его включат в туристический маршрут Самарской области. На каждом празднестве строго следили за соблюдением санитарных норм. Чтобы не допустить распространение коронавируса, на всех площадках было ограниченное количество зрителей. На входе волонтеры замеряли температуру, выдавали маски и следили за соблюдением социальной дистанции.